МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационную картину дня представляют журналисты телеканала Первый Карагандинский в студии Полина Малюкова. Здравствуйте. Вначале о главном. Аким Карагандинской области, Женец Касымбек, проверил темпы благоустройства Караганды. Сегодня в областном центре полным ходом идет реконструкция дорог. Управление внутренней политики ведет постоянный мониторинг и анализ общественно-политической ситуации в регионе. В 2019 году было организовано 236 социально значимых проектов. В детской школе юристов прошел первый выпускной. Уникальная организация помогает ребятам изучить Конституцию, лучше понять свои права и обязанности. Аким Карагандинской области, Женец Касымбек, проверил темпы благоустройства Караганды. Сегодня в областном центре полным ходом идет реконструкция дорог. В этом году приведут в порядок 83 километра. Четыре новые дороги появятся в Караганде. Строители уже приступили к работам на улицах Волочаевской, Приканальной, 134-м учетном квартале, от автостанции 14-го микрорайона до автодороги Восточный обход. Глава региона проверил ход работ в Майкудуке, где начат ремонт дороги на Магнитогорской улице. В этом году планируют завершить четыре полосы до микрорайона Голубые пруды. Работы продолжатся и в следующем. Аким области поручил помимо асфальтирования дорог уделить внимание и пешеходным дорожкам. Его заверили, что в этом направлении уже начата работа. Благоустроят 119 тротуаров, а это более 100 километров по всему городу. У нас охвачены средним ремонтом. Это такие большие улицы, как 17-й маршрут, улица Серова. Вот мы находимся на улице Ержаново, внутриквартальная дорога. Женис Касамбек побывал и на стройплощадке теннисного центра. Сейчас там идут завершающие работы. Вокруг здания активно благоустраивается территория. Здесь будет место для прогула горожан. Парковочные вот эти зоны делают. Парковочная зона. Здесь получается разгрузочная зона. То есть мы уже человека привезли, теннисиста. Теннисист ушел, они сюда становятся, разгружаются здесь. И если надо, припарковываются в этих позициях. Вот это тоже выезд мы сделали с той стороны. Еще дополнительный выезд тоже город мы делали. А здесь уже зеленая зона получается. Источную канаву мы решили оставить, чтобы воды, источные воды здесь проходили. Также сегодня в городе реконструируют тепломагистраль с насосной станции. Это позволит снизить теплопотери и обеспечить качественным теплоснабжением более 60 тысяч жителей Юго-Востока. Андрей Тан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Управление внутренней политики ведет постоянный мониторинг и анализ общественно-политической ситуации в регионе. В 2019 году было организовано 236 социально значимых проектов. Оперативно решаются насущные вопросы населения. Подробнее о деятельности ведомства рассказал Ерлан Кусаин. Глава государства Касым Жомартукаев дал поручение разработать и принять новый закон о митингах. С прошлого года общественность широко обсуждала этот вопрос. Например, в Караганде прошли два круглых стола с участием представителей неправительственных организаций, этнокультурных объединений, журналистов и политологов. На сегодняшний день на интернет-портале открытых нормативно-правовых актов, на официальных сайтах Акиматов городов-районов размещены проекты решений маслехатов, где указывается место проведения мирных собраний, улицы проведения демонстрации шествия. И в течение десяти рабочих дней мы будем обсуждать с общественностью данные проекты. И по итогам этих публичных обсуждений, обсуждений в общественных советах, будут утверждены эти места и в целом правила проведения мирных собраний. На сегодняшний день в области зарегистрировано шесть филиалов политических партий. С ними налажено постоянное взаимодействие. По 15 разным направлениям действуют в регионе и неправительственные организации. С целью совершенствования механизма нами реализуется государственный социальный заказ на выполнение социально значимых проектов. На сегодняшний день в области социальные проекты выполняются восьми областными управлениями и практически во всех городах и районах области. В текущем году количество проектов по госсоцзаказу – 271 проект, что больше на 35 проектов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Приоритетными направлениями остаются сферы образования, культуры, спорта, поддержка социально уязвимых слоев населения, уделяют внимание укреплению нового казахстанского патриотизма и толерантности. Удалось решить вопросы 150 тысяч карагандинцев, в том числе инвалидов, одиноких пенсионеров, людей социально уязвимых слоев населения и молодежи. Полина Малюкова, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Мобильные группы продолжают рейдовые мероприятия. Сегодня специалисты проверили, как соблюдают санитарные правила в банках города. Ежедневно через филиалы проходит около 150 человек. Удается ли в полной мере обеспечить безопасность и избежать скученности, выяснила наша съемочная группа. Мобильные группы из числа сотрудников местных исполнительных органов Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, прокуратуры и палаты предпринимателей Атамикен проверяют все до мелочей. У входа в банк обязательно должен быть дезбарьер. Везде установлены антисептики, находиться в помещении без маски, запрещено и персоналу, и посетителям. Санобработка проходит три раза в день. Утром обязательно, после обеда, в здании обязательно утром и после обеда. Проветривание проводите, да? Конечно. Мы постоянно проветриваем, сотрудники сами. В принципе, сейчас очень жарко, если не проветривать, как бы и сидеть в работе непосредственно. И кондиционеры тоже работают, да. В специальных журналах фиксируется температура сотрудников. Критической отметкой управляющие считают уже 37 градусов. Внимательно отслеживают и состояние здоровья каждого посетителя. Были скандалисты, которые не хотели проходить маски или одевать маску, у которых не было масок, но мы их не пускаем никак. У нас распоряжение внутреннее, есть руководство банка, чтобы не пускать здоровья сотрудников. Такой обход мобильная группа проводит ежедневно. Главная цель, как объясняют специалисты, не оштрафовать, а предупредить правонарушения и уберечь население от заражения. За сегодняшний день мы обошли пять банков, и выявленных так-таковых нарушений не было. В одном из банков было скучно. Люди сидели, посетители сидели друг с другом в близком расстоянии. Проведутся разъяснительные работы, и вручены были постановления. Всего за последнее время рейдовые мероприятия охватили 255 объектов. В шести из них зафиксированы серьезные нарушения. Иски уже направлены в суд. Чаще всего правила нарушают объекты общественного питания, торговые дома и дворовые магазины. Полина Малюкова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев. Первый. Карагандинский. За прошедшие сутки в Карагандинской области зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, а также 24 носителя без клинических проявлений болезни, так называемые бессимптомные. Стоит отметить, что с недавнего времени медики стали отдельно учитывать зараженных симптомами и без клинических проявлений. Кроме того, в регионе зарегистрирована новая смерть от COVID-19. Это мужчина 1953 года рождения. Всего в Казахстане с начала пандемии от осложнений в результате коронавирусной инфекции скончались 67 человек. В Карагандинской области ежедневно происходят степные горения. Сухая и жаркая погода способствует возникновению пожаров, а ветер распространяет огонь на большие территории. За прошедшие сутки ликвидировано два степных горения в Осокаровском и Каркаролинском районах. Площади каждого возгорания 45 гектаров. Пожар, начавшийся в Жанаркинском районе 9 июня, удалось ликвидировать лишь утром 11 июня. Продолжается тушение еще двух степных пожаров, начавшихся 10 июня. В Актугайском районе в 40 километрах от урочища Бектау-Ата и в Каркаролинском районе в 18 километрах от села Айнабулак. В тушении всех природных пожаров задействованы подразделения департамента ПОЧС, добровольные противопожарные формирования, местные исполнительные органы. В целях недопущения перехода степных пожаров в лес или населенные пункты проводится так называемая опашка. Специалисты противопожарной службы призывают население во время нахождения на природе быть аккуратными с огнем. В детской школе юристов прошел первый выпускной. Уникальная организация помогает ребятам изучить Конституцию, лучше понять свои права и обязанности. Курсы доступны для школьников 8-11 классов. Прошлым летом Тимур Саблин всерьез задумался о будущей профессии. Решил, что твердо настроен стать адвокатом. Затем узнал, что в Караганде появилась школа юного юриста. Юноша вспоминает, как посещал каждое занятие с горящими глазами. В этом году Тимур окончил 11 класс. Курсы помогли ему подготовиться к экзаменам и еще раз убедиться в правильности выбора специальности. Больше всего для меня запомнилась практика. То есть здесь не было обычной сухой теории. Этим и меня зацепила школа юного юриста. К нам приходили сотрудники внутренних дел, следователи, прокуроры, участковые, оберполномоченные, кинологи. Рассказывали свои профессии. Также были школьные инспекторы. То есть нас ориентировали уже, что такое работа по праву и как она происходит. Идея организовать такой кружок принадлежит подполковнику полиции Александру Сасину. Вспомнив свою юность, он решил помочь молодым ребятам в выборе будущей профессии. Первое время было нелегко. Учеников приглашали через социальные сети. А затем вмешался карантин. Занятия перешли в виртуальный формат. У нас было запланировано посещение судебных заседаний. И уже шла договоренность. Нам разрешили, председатель суда разрешил посетить судебные заседания именно в учебных целях. Но как раз все эти события вели карантин. И мы не смогли там присутствовать. Но все равно попытались заменить. На помощь пришел нам интернет, ютуб. Нашли информацию. То же самое посмотрели судебные заседания, как проходят именно через ютуб-канал. У нас в Казахстане тоже есть обучающие каналы, которые ориентированы на практику, как проходят судебные заседания. И ребята смогли уже воочию убедиться через вот эти учебные и судебные заседания, как проходят процессы. Ученики признаются, что занятия не прошли для них даром. В будущем они намерены посвятить свою жизнь органам внутренних дел, а значит праву и справедливости. Полина Малюкова, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск подошел к концу. Если у вас есть интересная информация, обязательно делитесь ею с нами. Телефон службы новостей 420649. Берегите себя, носите маски и соблюдайте социальную дистанцию. Ну а мы продолжим держать вас в курсе всех актуальных событий. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин